Я хочу сразу заметить то, что моя презентация, она носит такой довольно откровный характер. То есть я не буду представлять каких-то особенных вещь, чего-то супермера нового. Это больше такой исторический обзор. О, мы подписаны. Здорово. Да, это больше такой исторический обзор о том, как развивались собрания инструменты для покрытия тестами кода, написанного на ЭКМА-СКИЛ-6. И я не могу. О, я на меня это смог. Да. Собственно, ничего великого. Я буду поговорить, на каких вещах нам стоит сосредоточить свое внимание. Если что, вы можете походу задавать вопросы. Ну, в основном, я буду на них отвечать. Просто замечательные вещи, которые я говорю. И все. Моя, Калина? Да. Отлично. Сейчас мы даже увидим ее презентацию. Вот и мы. Хорошо. На первом стадии вы видите все технологии, которые я использовал для данной презентации. Ну, естественно, это те стороны КАМА, одно жест, о котором, благодаря которому мы все это можем запускать. Ну и... Так, мы ничего не слышим. Вообще, никакого звука нет. То же самое. Алло, алло, алло. Меня слышно? Топаро же что-то. Еще раз меня слышно? Да, слышно. Слышно? Хорошо. Как много вы пропустили? Алло. Вот перед тем, как ты начал показывать туду, звук и пропал. Хорошо. Окей. Тогда быстренько, пока не пропал звук, я рассказываю. Отчего я, как его, чего я взял именно на это приложение? Потому что оно довольно простое, и мне не нужно будет рассказывать, как оно работает. Все хорошо видят, все хорошо знают, что здесь и как. Вот. Единственное, что могу добавить, это Экмас Кринт, шестое приложение. Вот вы можете видеть в адресской строчке. Наш общий друг Айдя Смани начал его писать. Он обещал его переписать, там разлить. Но как-то это дело остановилось. Тем не менее, добавлено, что я его немножко модифицировал, потому что мне пришлось споткнуться с некоторыми тишами, которые на тот момент присутствовали, и они не починили. Такая распространенная тиша – это вызов конструктора водительского класса после использования ЦИС. Ну, это так, вероятно. Вот. На следующем слайде вы видите диаграмму класса данного приложения. Запоминать ничего не надо, обратите, пожалуйста, внимание на правый низкий угол. Это модель ToDo. Модель ToDo очень простая. Она содержит всего два поля и два метода. Именно на ее примере мы будем рассматривать тестирование и измерение кадров. Он. Ну, структура нашего приложения довольно простая. Приложение содержит всего два файла. Это точка входа, abp.js и главный модуль ToDo.abp. Больше ничего. Хорошо. На следующем слайде, вот, собственно, вы видите, как бы мы медленно-наверно переходим непосредственно к тестированию. И такая небольшая предыстория. Мы рассмотрим самый первый, один из самых первых способов написания или тестов для кода на ES6. Как известно, новый стандарт заявился довольно давно. И это сразу же породило собой вполне исследование на тему, можно ли уже сейчас писать код, следуя на новому стандарту. Так начали появляться первые транспайдеры. И среди них особенное место занимает Tracer. Действительно, изначально транспайдеры рассматривали их исключительно как инструмент для апелляции кода для работающего приложения. Но сразу человек за ним, как только появился возможность писать код, появился вопрос о том, как писать или не тест. Ну и, собственно, как обеспечивать тестирование такого кода. Ну, работа над Tracer началась где-то в далеком 2011 году. Я беру батты из репозитория в Манитфаре. А в 2012 году стартовал проект ES6 с новых лоудер. И вот тогда, возможно, одно из самых первых решений, которое я вам сейчас и покажу. Единственное, что по этому слайду название нарисовано, птичка из 7 известных ингредиентов. И действительно, это решение, как бы, оно немножко меня замучено. Я три дня его пытался запустить. И, наконец-то, покатило. Но, в том плане, что, видать, очень древнее и давно никто не трогал его. Ну, в общем, это так. Из личных наблюдений. Я покажу вам всего один тест для этого приложения. Сказано очень громко. Вот, вы видите, единственный тест. Прямо в тесте мы используем вышеупомянутый ES6 модуль-ноутер для того, чтобы импортировать интересующий нас модуль. И, который вам подходит, мы запускаем наш тест. Справа во вкладке со скопом вы можете видеть, что действительно в этом скопе, в локальном, нам доступны все необходимые раз в два, три, четыре, пять классов, которые нас интересуют. Новый тест инициализирует модель кудру и проверяет, что все прошло отлично. Все. Да, действительно он простой. Ничего такого великого не делает. Вроде как все хорошо. Но, увы. Карлыч еще недоступен. Да, это летний 2012 год. И тогда еще это, наверное, было нечто великое и недостижимое. Но, тем не менее, я очень хотел, чтобы вы увидели этот тест, потому что это, можно сказать, история. И вот он является своего рода такой себе разоначальный. Это подход. Важное, что мы должны получить из этого теста, это подход, который сохранился и даже до наших дней. Импорт нужного модуля прямо в файл-тестер. Круто. Хорошо. В 2013 году на реках появляется проект Karma Tracing Free Process, который дал возможность работать с кодом ESG более плотно. Из собственных наблюдений хочу сказать, что это решение для измерения карлыча. Вывод на меня одними из самых тяжелых. Дело в том, что Karma Tracing Free Process, наверное, имеет самые строгие зависимости. И кто сталкивался, ну, кто сталкивался вообще с такими вещами, версии, которые нужно каким-то образом составить и работать вместе, на какой-то момент действительно все идет хорошо. Скорее всего, это начало проекта, когда был написан вот передачей Karma Tracing Free Process, тогда все было хорошо, но потом версии соответствующих погинов, версии Karma, они немножко подосли и начались чудеса и знамения. В частности, Karma Tracing Free Process принимает версию Karma не меньше, чем 0.11.14. С большими версиями можно подавать вот всякие удивительные вещи. Я использовал, по-моему, 12-ю версию. Загрузку всех модулей Karma Tracing Free Process, нет, загрузку всех модулей Karma осуществляет с помощью Require.js. В итоге я столкнулся с проблемой, что Require.js никак не мог без лишних помещений, с моей стороны, импортировать в Q.U., для тестирования я использовал в Q.U.D. Вот. Я надеялся так сделать, но оказалось гораздо проще использовать Justine. Собственно, так я и поступил. В 2013 год, Karma Tracing Free Process. Замечательно. Карлэч стал возможен. Образиции города я покажу вам чуть позже. Здоровски. Хорошо. Мы получили карлэч. Правда, без еще одной технологии, это опять же, но это невозможно. Я, наверное, ну, я надеюсь, уже половили недостаившие цепи спинок. Мы используем карлэч, мы используем при процессе акт. Что мы используем для того, чтобы, собственно, отображать сам прибор? Но в этом лучше. Карлэч получит. В репорте... Но. В репорте мы видим код, который является результатом работы прейсера. Как говорят на камере, код транспирированный код. Опять же, я хотите его покажу чуть позже. Единственное, что выглядит он не очень без украины. Но на данный момент, на 2013 год, это пока все, что мы можем получить с помощью данных, связки, инструментов. А рассмотрим аналогичные подходы, ну, или аналогичные инструменты, которые начали разрабатываться в 2014 годах. Это Bayon, 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 Bayon процессор. Bayon еще известен как 6.5. Из собственного опыта вот это связь произвало как раз на меньшее количество проблем. Причина, наверное, является то, что Bayon и Bayon при процессоре появились позже, чем Tracer. И в его концепте, которая изначально были задолжены те принципы и решения, которых не было в Tracer и его при процессоре. Ну, и... Ну, и... Общее для трейлера и Bayon является то, что написание кода и теста можно осуществлять с использованием HITCH ES6. Но... Хочу, чтобы вы видели образец теста для модели YouTube. Вам стоит обратить внимание на самую первую строчку, ну, это то, что я сказал. Мы используем HITCH ES6. То есть мы подгружаем нужную нам модель. И просто обратите внимание, что теста 2, то есть они полностью покрывают данную модель. Я вам потом покажу ход, собственно, ничего сложного, а вроде как вот это полноценный тест, который отвечает на все наши вопросы и, ну, собственно, удовлетворяет все наши мусы в плане. Кабридж должен быть 100%. Вы видите долгождатный рекорд. Но, как вы, наверное, убедились, мы видим покрытие по функции HITCH 100%, по строчкам 100%, а вот по проджам. И стоит он там почему-то не 100%. Почему так? В чем причина? Вы видите образец рекорда. И, собственно, тут уже причина на лицо. Это результат работы транспайдера. Ну, только в этот раз через бейкл. Да, действительно, на тот момент HITCH ES6 и BEL выдавали одинаковые результаты. То есть мы видим транспирированный код и, собственно, открывается причина, почему не все покрыто. Потому что это уже результат работы транспайдера. Некоторые ветки мы, в принципе, не можем оттестировать, потому что мы заимпортили класс, и это будет немножко странно изощряться для того, чтобы покрыть этот код. Отсюда мы видим, что у нас, ну, по-первых, это нужно становится задуматься, и мы видим следующее, что у нас есть некоторые, так сказать, ну, в какой-то степени баги, в какой-то степени просто, так сказать, недосмотр, недоделка. Во-первых, это колледж заведомо меньше 100%. То есть, действительно, при таком подходе мы просто не сможем покрыть вот те ветки, как например, генерализация класса. Ну, и самое такое, наверное, не очень хитростное, это мягкая сторона выгодит рекорд. То есть, в нашем случае, для моделей, которые содержат всего два метода, это несложно понять, где штука. Но в случае, если это действительно какой-то сложный код, будет очень тяжело разбираться по этому рекорту. Вот так. Что ж, ну, мы можем побороть эти два и удобства. На картинке вы видите, я надеюсь, вы еще видите и слышите меня, на картинке вы видите красивый город, носящий название плагина, который поможет нам разобраться со всеми нашими неприятностями. Я сказал заранее, без этого плагина было бы невозможно отображение рекордов. В принципе, вы, наверное, уже догадались, да, это и сам в 2013 году. Появляется соль. На предыдущих файлах мы уже вспоминаем. И действительно, без Истанбула, родной планет Карма, Карма Каблетч, не способен справиться с этой задачей, с отображением рекордов. Но также, в этом деле, нам помогут особенная Карма Каблетч, переписанная в Google Санкт-Пейвом, особенный Истанбул и Исплатно. То есть инструмент, который используется, истанбулом для генерации нужных нам рекордов. Булом. Ну, естественно, мы использовали эти связки Карма Каблетча при процессах. Я все видите. Вуаля, дороговый, одна моя коллега. Наконец-то мы смогли увидеть, что пациентный Карма, что истанбул тот же самый. Я просто запускал его с разными связками инструментов для того, чтобы убедиться, что вот чего-то нам не достает. Только сейчас мы видим пациентный Карма Каблетч. Мы медленно, наверное, приближаемся к итогу. Опять же, хочу в очередной рассказать, что данная презентация является обзором. Даты могут быть не очень почтными, но, в любом случае, мы просто будут. Они все взяты с гидрепозитория в соответствующих проектах. В данном случае я не претендуем на абсолютную точность. Моей главной целью было продемонстрировать хронологию, развитие инструментов для диссиспитрования, ну, измерения покрытия входа, написанного на ЕС-6. Есть множество решений, не описанных в данной презентации, но все они, по сути, сходятся к тому же подходу и использованию тех же финальных инструментов, а именно репутеров. Ну, вот то, что вы видели на предпоследнем спальне. Изменяются в хронологе кайф-тестирования, в YouTube, в Moog, ажаспин, а изменяются тестированные рамки, изменяются при процессоре, и прочее. Ссылки на подобное решение вы можете найти в конце моей презентации. Ну, а сейчас, собственно, я сделаю небольшое демо. Я покажу вам код, заранее один тест, для приличия покажу вам пэкэджи. То есть, действительно, самое первое решение, вот, например, мой просто трайл, вот самый исторический тест, он довольно нехитростный, и, то есть, в джейсоне, пэкэджи, джейсоне всего три строки. Правда, вот, да, действительно, ничего более, ничего великого. Все. По поводу следующего решения, то самое, которое использует трейсер и трейсер при процессор, тут уже немножко больше зависимости, немножко сложнее. Но в чем заключается сложность? Сложность заключается в том, что тестируемые файлы нельзя помещать в свойства файл наших Камо-конфидорах. Ну, и все они, естественно, пропускаются через при процессоры. В нашем сайте, вот, в данном случае, в случае второй моей попытки, это при процессор трейсер, ну, и капс, очистительный для генерации рекорда. Можем запустить, давайте запустим на четвертый, это вот самый финальный, так сказать, вариант, тот, который уже дает полноценную рабочую версию, то, что мы можем применять в наших проектах. Пока улучшится dependency, ну, довольно долго, опять же, могу похвалить вот это решение, его написал некий гунар-ля на своем сайте, и мне очень понравилось, потому что, действительно, вот все едет из коробки, не нужно обещать, не нужно никаких дополнительных допишек, ручьми. Все это выложено на гидхабе, опять же, вы можете взять, получить этот проект и использовать готовый. Также я нашел множество, так называемых, вэлитбейтов, ну, уже таких площадочек, на которых вы можете разворачивать свои приложения, складывать код, например, в папку source или app, и тоже полноценно прокрутить, то есть полноценно уже иметь возможность полноценно тестировать входы, если на ES6, и получать результаты по габбе. Собственно, вот так. Да, ну и просто повторюсь, что действительно сохраняется, сохраняется тот самый подход, который мы видели на самом первом тесте, ни с чего не записываем в файл, мы все их входим прямо в тесте, мы используем ES6 синтаксис, что вроде как все должно работать. Да, да. Вот. Не пугаемся разных полотен, это optional dependency, которая фейлд, 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 ревлянно, но это не будет нам жить. Вот. Установка закончилась. Так, я запущу наши тесты. Ну, посмотрим с вами ковриджские форты. Да, тесты прогнались, все прошло успешно. Вот абразийский форты, собственно, это вы уже видели. Вот покрытие этого мода. Вот лидеральный, так сказать, вид репорта, я думаю, который хотели бы видеть все в своих живых проектах, потому что вычислять, где находится что. Ну, и, собственно, бороться с ковриджем, который не может быть 100% по умолчанию для трансклинированного кода без использования сошлаба. То есть это будет плохо и печально. А, собственно, мы можем подпускать остальные проекты, ну, там вы просто увидите, так сказать, некрасивый абразивский форта, 300% ковридж. Это я больше не писал, мы покрываем всего одну модель, но от этого ничего не меняется. На этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, я бы рады послушать. Есть кто? Есть. Ребята, есть вопросы к Алексею? Нет, все понятно. Тишина, нет, согласие. Хорошо. Собственно, это сайт, который немножко не видно. Тогда спасибо за внимание. Я надеюсь еще развить эту презентацию. Ну, так как, не знаю, мне просто понравилась эта тема, мне было действительно интересно, мы как-то просто сидели в столовой и вот размышляли, мои коллега столкнуться действительно с такой проблемой, что вот клиент хочет, вот на ЕС-шестон, клиент хочет в тесте на ЕС-шестон, клиент хочет видеть каверс, что делать? Это стоило ему многих утещрений и, ну, собственно, самым распространенным решением в данном случае является использование Моки и, по-моему, Бейлор в Окс. Я хотел рассмотреть побольше вариантов, я хотел действительно посвятить историю и, ну, не знаю, возможно, через пару лет эта презентация уже, как сказать, не будет иметь никакого смысла, потому что IT-инвестерия и, собственно, технологии в нашем общем-то развивается, но, тем не менее. Как-то так.